С одесских улиц исчезает аутентичная старинная брусчатка, исправно служившая Одессе и одесситам с начала 19 века. После реконструкции власти обещают уложить ее на место. Однако будет ли это тот самый итальянский камень из лавовых пород? Или в итоге мы получим очередную мощеную гранитом терраспольскую? Основное, что там делается, конечно же, замена коммуникации, пример покрытия проезжей части, пример терраспольской площади, тротуар, гранитная плитка. Какая стоимость? Более 20 миллионов. На терраспольской площади положили новую брусчатку гранит, которая оказалась еще более шумной, чем старая. То есть вопрос А, где же, как говорится, практичность? У Воронцовской колоннады старинный камень уже частично заменили новым гранитом. При этом оригинальная брусчатка складируется тут же, неподалеку, во дворе Воронцовского дворца. Увидим ли мы ее снова на улицах города или кто-то бережет ее для других нужд? В Одессе все возможно. Уже видно, что Воронцовскую колоннаду не отреставрировали, а отремонтировали. Там были применены другие материалы, и это, собственно, признаем даже те, кто делал. И вокруг нее мощение-то новое, оно совсем соответствует тому, что изначально было в отцапле Воронцовского дворца. Изымается очень много брусчатки, которая складируется и потом разворовывается. Городская власть молчит. Я лично усматриваю в таком упорном молчании то, что ее будут продолжать продавать за границу, как это делалось раньше. Вы же помните, у нас Успенску полностью разобрали. Сколько там километров Успенская, какая она широкая. Где делась эта брусчатка? Официально неизвестно. По моей информации, ее достаточно дорого продают за границу. Во-первых, она создает ту общую гармонию, которая нас погружает в эту историческую святую. Представьте себе, вы идете, не знаю, по центру Амстердама, где-то, да, или, не знаю, Мюнберга, и у вас там нога, или битон, а не Иосфальд, а не та старая площадка европейская в центре Праги, где-то в этой улице. Нет. Ценена та аутентичная площадка, которая была там застелена, думающей, где-то в 18-м веке. У нас она была. Есть смысл ее восстановить, тем более на складах она должна быть. Смотрите, только с Коксиской, сколько было снято этой площадки. Такими темпами, какими обновляется старая Одесса, реконструкция, глядишь, доберется и до Дерибасовской. Уж здесь, в брусчатке, море. Коксиска 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 Коксиска